На территории Азербайджана не может быть создана военная база другого государства. Об этом официально Баку заявлял неоднократно. Однако в ряде российских СМИ тиражируется ложная информация о возможном размещении турецкой военной базы в Азербайджане. Напомню, что ранее президент Турции Реджеп Тейпер Дуган отметил, что данный вопрос не стоит на повестке дня. По мнению экспертов, несоответствующие действительности сообщения распространяются проармянскими кругами в России. Шушинская декларация, подписанная Азербайджаном и Турцией, не направлена против третьих стран. Как это пытаются представить? Да, Анкару и Баку связывают братские отношения, которые опираются на исторические связи. Но о военной базе не говорилось. Это ложная информация. Президенты также не делали заявлений о создании базы. Не сомневается, что представители армянской диаспоры в России пытаются представить достигнутые соглашения в другом свете. Возможно, таким образом они стараются подорвать реализацию Зангизирского коридора и других договорённостей. К слову, сообщения о размещении турецкой военной базы в Азербайджане опровергли и в Кремле. А министр иностранных дел России назвал информацию о базе слухами. По мнению политолога Турала Исмаилова, армянская диаспора использует проплаченных российских экспертов. Цель – повлиять на исход внеочередных выборов в Армении, спекулируя темой турецкой военной базы. Президент Турции неоднократно отмечал, что в регионе создаются новые транспортные коридоры, разрабатываются транзитные и инфраструктурные проекты. Вот о чём должна задуматься Армения. Реджеп Таип Ардулан подчеркнул, что Кремль также поддерживает эти инициативы. Видимо, противники этих идей пытаются толковать в кривь и в кость пункты Шушинской декларации. Не было никакой базы, её создание не ожидается. Дезинформацию распространяют силы, не заинтересованные в обеспечении мира в регионе. Политолог добавил, что Азербайджан – страна-председатель движения «Неприсоединение», которое объединяет 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Баку придерживается данных принципов, поэтому Шушинская декларация, подписанная 15 июня президентами Азербайджана и Турции, нацелена на обеспечение безопасности в регионе. Документ также выводит отношения Баку и Анкары на более высокий уровень.